Мы с вами говорим о том, что есть вещи, которые разрушают отношения с совестью, близкие отношения с Богом. Отношения с Богом называются совестью. Близкие отношения с Богом называются совестью. Человек, который стремится к богатству, это одно из четырех проявлений разрушения совести. Стремление к богатству, стремление к материальному образованию чрезмерным. Чрезмерное стремление к красоте, чрезмерное стремление к элитному какому-то положению в обществе. Все это приводит к гордости. Если у человека, который обладает всеми этими вещами, нет духовного учителя, нет наставника, то такой человек, несомненно, в своей жизни может совершить тяжелейшую ошибку, потому что совесть его молчит. У богатого человека, который не имеет наставника, совесть молчит. У красивого человека, у которого нет наставника, совесть молчит. У очень образованного человека, академика, у которого нет наставника, совесть молчит. И у человека со знакным происхождением, у которого нет наставника, совесть молчит. Об этом говорит Иисус Христос. Он сказал своим ученикам, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще кого говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные ушка, нежели богатому войти в Царство Божие». Об этом речь. Вход в Царство Божие означает отношение с совестью. Как только человек по совести живет, дорога в Царство Божие уже пошла. Он идет этой дорогой. Мы вчера об этом говорили. Буддийская мудрость. «Если не поранена рука человека, он может коснуться змеиного яда. Не опасен я в здоровой руке, только для того, безвредно зло, кто сам не творит зло». Если человек по совести живет, яд его не коснется. Если человек не по совести живет, то начинаются проблемы в жизни. Что значит «коснулся яда»? Вот смотрите, допустим, если я никого не осуждаю в жизни, всех прощаю. Кого мы осуждаем? Те, кто приносят нам больно, они осуждают нам. Боль нам приносит человек, сильный бой. Муж бросил. Я начинаю осуждать мужа. Какова моя цель? Моя цель – маяниться за него, пытаться вернуть его, простить его. Вот, чем я должен заниматься сейчас в жизни. Если я его не простил, это означает, что я поранен руку. И если кто-то мне говорит о каком-то плохим чувством, то у меня к этому человеку также возникнет неприязнь. Понимаете, о чем я говорю? Если мое сердце спокойное, доброе ко всем, то у меня не будет никому неприязни. Но если я совершил какой-то злой поступок, даже меня вынудили его совершить, потому что, в принципе, в чем я виноват, если меня бросили? Я виноват в том, что я не простил. Надо простить. Тогда сразу возникает вопрос, а как простить человек просто? Он же плохой. А надо знать закон, что есть два варианта, кто будет наказывать плохого человека. Какие два варианта? Кто будет наказывать? Первый вариант – я буду наказывать своим плохим чувством, мучить его. Второй вариант – кто будет наказывать? Бог будет наказывать. Так зачем нам? Мы не можем никого наказать, у нас нет сил. Зачем нам на себя брать то, что Богу положено делать? Просто простите этого человека. Бог захочет наказать, накажет. Нет, значит, это не наше дело. Вот и все. Видите, я на себя беру эту функцию, поэтому у меня постоянно сердце щимит, потому что Бог в сердце говорит. Ты хочешь наказать, ну тогда думай об этом постоянно. Прогинай его всю жизнь. Сам проплитым станешь. Как так можно жить, думая плохо о человеке постоянно? Это невозможно просто. Это не жизнь уже, существование просто какое-то в темне, в темноте. Поэтому надо просто понять эту причину, что события, поступки вынуждают нас думать плохо. Мы должны совершать духовную практику, очищаться от их мыслей и учиться прощать всех. Для того, чтобы Бог со всеми разыгрался. А мы шли дорогой свободы. Когда я привязан, думаю плохо о человеке, это свобода или рабство. Это рабство, потому что я не могу отвязаться от этого. Это рабство. Я привязан к бутылке рабства. Я привязан к тому, чтобы думать постоянно о том, как бы развратить какого-нибудь ребенка. Это рабство. Я не привязан к этих вещам, это свобода. Когда человек думает хорошее что-то, желает всем счастья, делает добрые дела, сверхдушая его совести, и Господь в его сердце радуется. Когда человек с Господом имеет светлое отношение, это и есть свобода. Когда он против совести идет, это и есть рабство. Вот и все. Вот это правильная философия. Все остальное — это самообман. Самообман приводит к разлуке всегда, к тому, что люди страдают больше и больше. Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе. Конкунцы, сказал. Люди не знают, что такое добро, часто. Ну, что такое добро, что такое зло. Часто непонятно. Вот, допустим, многие не согласны со мной, что муж бросил, надо простить. Многие не согласны. Как это? Пускай мучается гад. Он бросил. Это не наше дело. Мы не знаем, что такое добро и что такое зло. Часто. Но у нас вот здесь есть добро. Господь — олицетворение добра. Совесть человеческая — олицетворение добра. И представителем совести является наставник. Веды говорят, кто такой наставник? Это та же самая совесть, только снаружи. И причем интересно знать. Некоторые спрашивают, где доказательства, что наставник не даст правильный совет. Если наставник все время живет по совести, то когда вы его вопрос зададите, в своем ответе он кому подчинится? Кому наставник подчинится? В своем ответе. Голосу вашей совести. Вы спросили вопрос. И ваша совесть, если я из наставника, ответила. Потому что если он будет отвечать не по совести, у него рот заклинен. Если он настоящий наставник, он все время по совести живет, значит он по вашей совести вам и ответит. По факту через него ваша совесть будет отвечать. У меня были такие случаи в жизни, когда мой духовный учитель снился мне во сне и говорил мне о том, что мне надо делать. Или просто мне при встрече какие-то советы давал, которые я знал, что они мне нужны, что они мне полезны. Хотя я его не спрашивал даже. Также было так, что люди, которые слушают мои лекции, они получали от меня советы во сне. Хотя я никакие советы им не давал по ночам. Я не сажусь, советы не даю по ночам. Это и смешные такие ситуации. Люди подходят. Кто из вас во сне увидел меня, как я вам дал совет? Есть такие? Есть. Это вам совесть ваша дала. Она специально через мой образ приняла, для того, чтобы вы восприняли это серьёзно. Потому что мы же не можем общаться напрямую с Богом. Поэтому Бог, Он принимает образ старшего, чтобы давать вам совет. Понимаете, так работает система? У меня был такой интересный случай на лекциях, когда я прочитал в интернете. Одна женщина, она сидела на лекциях и задавала мне в уме вопросы. Я сразу ей на вопросы на них отвечал. Ну, я не знал об этом. Просто так действовала её совесть. Она заставляла меня так говорить. А потом она подняла руку, и я ей сказал, слушайте, я вот всю лекцию на ваш вопрос отвечаю. Почему вы ещё руку-то поднимаете? Хотя я не помню этой фразы. Я не помню, чтобы я кому-то так говорил вообще. Понимаете? И всё это произошло без моего ведома. Как это произошло, я не знаю. Это хороший признак означает, что Господь как-то заботится о мне. Вот. Хотя люди не знают, что такое добро, но они имеют его в себе. Для того, чтобы узнать, что такое добро, человек должен найти себе наставника в жизни. Наставник этот не тот, кто отвечает на наши вопросы так, как мы хотим. Он будет отвечать так, как надо. И надо быть к этому готовым. Понимаете? Спасибо. Спасибо.